всем привет друзья меня зовут никита и сегодня мы с вами находимся на четвертом международном форуме общественного транспорта smart transport 2019 и давайте я вам расскажу о том что же у нас здесь представлено 4-й санкт-петербургский международный инновационный форум пассажирского транспорта smart transport объявляется открытым мы начнем мы пожалуй самые главные новинки на форме наверное самое ожидаемое это вагона проекта 2020 от трансмаш холдинга достаточно футуристичный дизайн по сравнению с предыдущими вагонами от который эксплуатируется на санкт-петербурге потом него или юбилейный сразу что он построен на базе москвы но маска достаточно отличается потому что это какая-то нетривиальная нетипичная плоская в таком современном дизайне напоминать что-то из лондонских таких новых вагонов которые только проектируются еще у нас здесь и круговое такое освещение со встроенными фарами и логотип метро наконец-то сделали долгожданный как в москве но это вагон концепт у нас то есть не факт что все дойдет таком вот виде до уже готового вагона и вообще неизвестно пока будет ли закупаться на общем метрополитеном нашим на какой линии будет эксплуатироваться это все узнаем попозже вот так же у нас здесь располагается логотип метрополитена светящийся ну и самое пожалуй главное новшество для петербургского метрополитена если все-таки дойдет это вот такие вот двери почти в пол они выполнены таких разных вариантах здесь не совсем в пол а здесь вот чуть чуть подальше уже прямо вообще чуть ли не до самого пола доходит это сделано для демонстрации чтобы посмотреть наглядно какие бывают вариации но теперь давайте подойдем салон и там уже детально посмотрим как он выглядит изнутри вот мы поднялись повыше немножечко к дверям здесь они у нас прислонно сдвижны что тоже новшество для нашего метрополитена если все-таки их оставят в вагонах которые будут закупаться и вообще как бы непонятно будут или не будут они закупаться непонятно на какую линию потому что здесь вот мы сейчас возьмем сами в салон на мониторах изображена московская петроградская линия на буклетики в пресс-релизе вообще изображена красносельско-калининская линия да и вагон сам такого желтовато-оранжево-коричневого цвета то есть как бы под красносельско-калининскую линию это пока все не ясно еще вот так же следующее обратите внимание здесь мы видим окно она с этой стороны у нас ну практически полностью прозрачная но снизу есть такая вот полосочка и давайте зайдем салон я покажу вам что это такое ну а с этой же стороны со стороны салона мы видим такую картинку все можно увидеть абсолютно что угодно то есть это либо какая-то информация полезная либо какая-то реклама это либо в проекции какая-то здесь либо светодиоды я еще до конца разобрался здесь мы видим такие вот мягкие сидения типа как в москве в самых первых вариантах либо в юбилейном у нас по моему да такие что вот дальше здесь что здесь у нас стекло такая стеклянная панель то есть куда-то вот питерская фишка стоять вот так вот всегда прислонившись это как-то будет не очень потому что есть риск пробить вот это вот стекло вот следующий момент это такие поручни с очень классным качеством исполнения естественно такие какие-то загнутые они очень странной конструкции не знаю насколько это будет удобно вот также новшество для писар это вот такие вот экраны то есть это не просто полоса светодиодов именно экраны как вот в последних модификациях москвы тоже это что трансмаш холдинг у нас наш любимый и очень горно что тема черная вот но правда она тоже особо ни с чем хотя не сочетается вот же у нас есть здесь черные элементы вот кстати как выглядят двери из салона в пол что тоже как бы спорный момент потому что пойдет какой-нибудь человек то может так вот ногой пробить или не знаю там тележкой какой-нибудь какая-нибудь бабушка божий одуванчик наш любимый возьмет тележкой со всего размаху и случайно не заметит не не будет стекла или как вы вспомните недавно случай у нас был питер на парке победа мужик не знаю чё с ним стало он со всего размаху взял да выбил стекло здесь если он выбил стекло то тут вся дверь под замену пойдет также в салоне установлено несколько дисплеев на которых тоже может транслироваться реклама либо схема метрополитена а в торце вагона под одним из таких дисплеев расположились usb розетки далее заглянем в кабину она огромных размеров однако на пульте кроме контроллера все кнопки этому лежи и они не нажимаются поскольку это все дизайн макет ну а самое главное разочарование кондиционера и сквозного прохода не будет почему наш метрополитен так я рыбой котирует эти очень полезные новшества сегодня тоже с радостью представляем мировую премьеру самый на сегодняшний день инновационный продукт который существует в европе трамвай малого класса богатырь м также еще одна премьера это обновленный трамвай богатырь от пк тс теперь он модификации м также как есть видите 7 и самое главное что мы здесь видим из новинок это обновленная маска которая вроде бы как московская но не московская тоже спорная очень вот так же пойдемте покажу еще у нас здесь обновленный шрифт вот такой вот он еще начиная с витязя москва пошел я считаю что из-за этого компания утратила как бы свою такой некоторый стиль что ли поэтому что всегда вот мы привыкли что написано таким каким-то витиеватым шрифтом а здесь же это вот как-то так достаточно просто каким-то ареалом написали вот но пойдемте посмотрим салон там отличий побольше и так салон что же изменилось во первых это новая компоновка сидений во вторых сами сидения теперь имеют новую конструкцию не вот эти вот уже ставшие стандартом польские пластиковые а здесь они такие прям металлические угловатые выглядят прикольно цвет обшивки стен тоже поменялся и слава богу то этот мятный цвет вне м-версии выглядел отвратительно кабина водителя тоже теперь новая как в львенке льве и витязи москва ну и сразу понятно что вагон заточен под москву поскольку даже валидаторы московские да и изначально окраска была тоже в стиле мозгу транса а перед выставкой вагон оклеили в пленку правильная музыка что что Мы продолжаем трамвайную тематику. Посмотрим на 71633 от УКВЗ. Пойдемте сразу в салон, потому что снаружи этот трамвай уже достаточно привычный, поскольку эта разработка не такая уж и новая. Просто до Санкт-Петербурга добралась только вот сейчас. Были, конечно, там свои проблемки с этим, но, тем не менее, вот он, вагон у нас представлен. И это у нас такая как бы базовая версия, потому что, то есть, как бы минимальная самая комплектация, может быть, еще больше. И что мы здесь видим? Это стандартное для трамваев с таким количеством секций расположение сидений в средней секции не очень удобное. Вот. Также над тележками у нас сидение расположено тоже достаточно непривычно. И это, на мой взгляд, странно, потому что можно было сделать, ну, как-то по-нормальному, потому что здесь всего лишь три сидения занимают столько места, сколько можно было бы поставить два сдвоенных сидения. И также сзади мы видим здесь вот такое вот странное расположение сидений, потому что, вот, представьте, я сяду здесь. Да, мне, как бы, рюкзак, но все равно. И что будет делать человек, который будет сидеть здесь? И мне, куда будет сидеть свои ноги? А, ну, это как бы только в такой версии, в минималке, а в более крупных, жирных версиях там огромные дела сзади расположены, вот как на фотографии. А еще я слегка удивился размером форточек. Они занимают большую половину окна. В такую и вывалиться можно. Да и на ходу я представляю, как тут нехило дует. Ну, и, естественно, поскольку это классический КТМ, то качество исполнения оставляет желать лучшего. Например, вот смотрите, самого очевидного, что удалось найти буквально беговым взглядом, это вот такая вот оторванная резинка, которая вообще вываливается. Также, вот видите, покрашены так себе вот эти вот металлические держатели поручней. Потом здесь вот пластик пилили, вот он так вот загнулся очень хорошо. Вот, и пойдемте посмотрим кабину. Я думаю, там что-то подобное будет нас ожидать. И, да, здесь мы видим такой достаточно кондовый пульт с такими вот кнопками простецкими самыми. Вот это вот тоже очень интересно выглядит все. Хотя бы экран здесь есть, но такой, по-моему, в том же самом LVS 2005-ом. Такая же компоновка, такой же экран ЭПРовский. Вот, в общем, такое себе качество исполнения. Я вам скажу, контроллер вот здесь вот у нас под левую руку. Насчет эргономичности, это, ну, вообще никуда, это не очень эргономично. Однако ГЭТ это не остановило, и они все-таки решили взять на тест этот вагон. Потому что, как я уже обмолвился, некоторое время назад ГЭТ закупил один вагон модели 71.633 за 94 миллиона рублей. Однако УКВЗ прислал под видом нового, уже бэушный вагон, испытывавшийся в Самаре. Надеюсь, что в этот раз все-таки удастся прокатиться на данном трамвае и ощутить его на ходу. Также в этом году часть экспозиции была представлена на улице. Например, рестайлинговая версия электробуса от Роузы. Во-первых, изменился дизайн. Он прям, ну, очень хорош. Во-вторых, в салоне тоже поменялась цветовая гамма. Возможно, даже компоновка сидений. Как мне сказали, конкретно у этого образца запас автономного хода составляет 30 километров. Но может варьироваться от 20 до 100, в зависимости от пожеланий заказчика. Ну что ж, я вам рассказал о самых значимых таких участниках, премьерах, можно сказать, на выставке. А теперь давайте просто обойдем, посмотрим, что у нас здесь есть еще. И сразу же поворачиваемся. Видим, здесь у нас автобус Хайгер. Не знаю, что про него можно рассказать. Ну, автобус, автобус, междугородний. Вот, не знаю, что еще. Идем дальше. Далее мы видим электробус от Transalf. У меня даже на него уже отдельный обзор есть, когда он был на выставке инновационного транспорта. Поэтому идем дальше. Здесь мы видим с вами такую инновационную остановку. Не знаю, возможно, их у нас в городе начнут ставить, потому что у нас таких вот, такого подобного плана она одна, по-моему, только на Невском. Ну и у Чижика также такие же используются остановки. Дальше у нас стенд компании WagonMash, которая уже и не WagonMash. Ну, вот она так представлена совместно со Шкодой делает Неву нам для метрополитена. Вот, идем дальше. Здесь у нас электробус от Волгобаса. Тоже хорошо знакомый. Есть у меня отдельный обзор на него. Представляется он здесь от компании LeaTech, которая делает аккумуляторы для него. Поэтому пойдем давайте с этой стороны подальше, посмотрим, что у нас здесь еще. А у нас здесь есть еще автобусы Golden Dragon. Это китайская компания, очень мощно ворвавшаяся в эту индустрию. Вот здесь такой, такой. Не особо в них разбираюсь. Не знаю, что про них можно рассказать. Ну, Golden Dragon и Golden Dragon, что бы с ним. Дальше у нас стоит King Long. Тоже автобус какой-то китайский. Дальше у нас здесь аварийно-восстановительный автомобиль на комбинированном ходу. То есть он может как по железной дороге, по рельсам передвигаться, так и как обычный автомобиль. Это вот новая ГЭТовская машина. Они ее не так давно закупили. Очень ей хвалятся. Вот, хотят еще закупить. Она у нас от компании Mercedes. То есть здесь есть пневматика. Может также за собой тащить вес до 10 тонн. То есть какой-нибудь сломанный вагон сможет за собой утащить без посторонних аварик. Не надо, будет его тащить. Дальше пойдемте посмотрим. Здесь у нас особо ничего интересного-то и нету. Потому что это какие-то компании такие, которые не показывают каких-то целиковых вагонов, но показывают различные оборудования для них. То есть если там это у нас Sarmat, там и еще Euromobile, они представляют какие-то информаторы и прочие там Wi-Fi и всякие такие медиатехнологии. Здесь у нас это компания Tremo, которая делает различные дефектоскопы. Также вот тут еще какие-то даже шпалы делает. Ну, в общем, да, они занимаются различными дефектоскопами. Дальше у нас MasterCard непонятно зачем. Видимо, потому что спонсор так-то к ним никто особо не подходит. Дальше мы идем у нас, сразу проходим это все оборудование Chergoz. Здесь тоже ничего особо интересного нет. Вагон 2020, о котором я уже рассказывал. Здесь у нас ПКТС, о которых мы с вами поговорили, уже успели рассказать. Такой вот большой достаточно у них стенд. Очень много столиков и прочего. По левой стороне у нас тоже идут различные компании такие мелкие, которые предоставляют какое-то сопутствующие технологии. Ну и дальше мы приходим к компании ГАЗ. Здесь они, точнее, к группе компаний ГАЗ. Здесь у нас это и ЛиАЗ, и ГАЗ, и прочие. Пошли, сразу покажем. И, во-первых, это у нас такой ЛиАЗ-6213 в бренде московского транспорта. Возможно, Питер тоже такие закупят. Он не газовый, это просто гармошка от ЛиАЗа, очень качественная. Ну, не то чтобы качественная, в смысле, что очень современно оснащенная. Я вот это имел в виду. Ну, вот она полностью под московский транспорт заточена, обклеена. Вот, возможно, все-таки купят и нам такие, хотя не знаю зачем. Дальше у нас ЛиАЗ-4292 или ГАЗ-курсор. Точно такая же машина была на предыдущем форуме. Вот, я уже рассказывал. Он такой малой вместимости и очень будет полезен при грядущей реформе, которая тоже в 2020 году произойдет. То есть, все маршрутки уйдут, и перевозчики обязаны будут закупить что-то вот подобное. Не какие-то новые машины, а не вот эти вот раздолбанные пазики, на которых они возят сейчас. Также вот слева у нас здесь есть паз Vector Next, который тоже будет полезен, тоже оснащен всеми современными техническими новшествами. Это и автоматическая коробка, и там чуть ли не низкий пол сзади. Ну, в общем, полный фарш. Далее приходим к такому интересному стенду, к таким вот со странным дизайном автомобилем каким-то. Они у нас тоже на Алиотеховских аккумуляторах. Это такое вот, что-то напоминающее, какой-то автомобиль для гольфа. Ну, такое, то есть, где-то в парке проехаться или что-то подобное. Такой электромобиль на много мест, вот такой вот интересный он все. Делаются они в Крыму, это наши полностью отечественные автомобили. На компонентах там ВАЗ и прочим. Здесь у нас такой вот грузовой автомобиль. Тоже вот видите, какие могут быть вариации различные. Это и для мусора, и водовоз, и вот с таким открытым вот кузовом. В общем, вот здесь даже, видите, кабина какая без дверей, не закрытая, а с таким вот тентом. Ну и последнее, о чем я, пожалуй, расскажу, потому что больше рассказывать особо-то не о чем. Это вот такой вот тоже автобус маловместимости от компании Симас. То есть, они берут от Isuzu шасси и ставят на него свой какой-то кузов. Так же, как, например, с нижегородцем, с этими маршрутками, которые на базе ИВЕК. Здесь подобная история. Это тоже такая вот схожая с ПАЗом конструкция. Сзади низкий пол, салон тоже будет очень полезным при грядущей реформе маршруток. Вот, ну что ж, на этом, друзья, у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Оценивайте, подписывайтесь и увидимся скоро. Как тебе было? Очень красивый. Я хочу, чтобы такие пошли по всему метро. И я хочу, желаю этому проекту развиваться в лучшую сторону. И хочу, чтобы мы обошли Москву по плане технологий. И поезд, поезды метро ходили, нам более комфортно были. Продолжение следует...